Приветствую, аноним. Нет, это не нормально, это свидетельствует о том, что вы не уверены в себе, это свидетельствует о том, что у вас занижена самооценка, вот, что, собственно, и послужило изначально причиной для того, чтобы мужчина вам изменял. Вот. То есть мужчина вам изменял именно по той причине, именно по той простой причине, что у вас есть как раз-таки проблемы с самооценкой, вот, и проблемы с уверенностью в себе, с принятием себя и своего выбора, опять же, и так далее. Ну, я полагаю, что есть еще некая зависимость от общественного мнения, от мнения других людей, вот, вряд ли для вас это прямо новость какая-то, но это есть. Поэтому этот момент тоже присутствует, в общем-то. И, в общем-то, это вот все, это все глобальные проблемы, на которые вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот. Кроме того, измена, как и любая измена, есть травма, и, соответственно, травмастичность и смены необходимы скорректировать на психотерапии. Вот. Ну, то есть вот те изменения в важном восприятии себя, окружающих, может быть, женщин, может быть, молодого человека, вот те изменения необходимо скорректировать, чтобы они не причиняли вам сейчас боль. Вот. Видите ли, вы описываете свои отношения в большей степени как зависимые. Я полагаю, что стыд за ваше решение остаться с молодым человеком связан с двумя моментами. Первый момент – это то, что вы от него зависите, вы с ним за школу, и вам некуда идти, и вы боитесь остаться одна, как любой неуверенный в себе человек. А второе – это то, что вы, ну, в общем-то, мыслите достаточно здраво, правда, как мне кажется, вынужденно слегка из-за своей позиции. То есть неизвестно, как бы вы поступили, если бы, ну, если бы у вас была своя жилплощадь, и вам было бы куда идти. Вот. Вы мыслите здраво, и понимаете, что иногда для того, чтобы человек что-то понял, ему нужно, ну, совершить ошибку. Вот. Этого не понимают другие люди, потому что другим людям всегда легче судить, судить, да, и легче как-то оценивать, обсуждать, но как бы не понимают, что каждый может оказаться в подобной ситуации, да, в подобной, в подобной истории. Вот. И, на мой взгляд, первый момент, которому апеллируют, вот, которому я апеллировал, его нужно разобрать. Да? Чтобы вы перестали быть в той зависимой позиции, в какой вы находитесь сейчас, например, по отношению к своему молодому человеку, что, мол, вот, мы за школой вместе, мне некуда идти, и, да, если, скорее всего, вы боитесь, что-то оправдно. Вот. Ну, равно как и, собственно, определить по-настоящему, или напомнить вам, или более полно раскрыть, ваши настоящие причины, почему вы остались с ними. Да? Вот. И всё, в принципе. Вот это то, что я могу вам сказать, тот факт, что вам стыдно, означает, что вы не принимаете, те основания до конца, по которым вы сделали выбор остаться с молодым человеком. Раз. Два. Ваше ощущение, что о вас вытерли ноги, связано не с тем, что говорят, к примеру, подруги, а с тем, как молодой человек вам поступил. Вы, вероятно, вот, не дали ему понять, в полной мере, насколько вам это было болезненно, насколько вам было тяжело, насколько вам было неприятно, насколько, не знаю, мир для вас разрушился, когда вы узнали, что тот человек, который, я так полагаю, является вашей жизнью, вам изменил. Вот. И вот невыраженные страдания, невыраженная боль, возможно, не отреагированная отстранённость от него, в силу того, что вы зависимы от него, сейчас генерируют ваше ощущение, что о вас вытерли ноги. Это не точно, это только из области предположений, всё, но, тем не менее, мне очень, очень-очень кажется, что у вас ситуация именно такая. Ну, и в целом, понимаете, ваше окружение, то есть, ну, ваши подруги, измены воспринимают как некое такое событие, как некий такой фактор, как некий такой поступок, но измена всегда говорит о кризисе в отношениях. И, в первую очередь, нужно смотреть не на то, что мужчина сейчас стал золотым, он стал золотым из-за того, что у него есть чувство вины по отношению к себе и вам, вот, а на то, почему мужчина изменял, то есть, как, чего ему не хватало с вашей стороны, понимаете? Вот, и в этом направлении работают, чтобы раскрывать желание мужчины, чтобы мужчина с вами удовлетворял все свои потребности, конечно, если вы их хотите и можете их удовлетворить. То есть, само отношение к измене, к тому, что произошло, вам тоже нужно изменить. И здесь, кто знает, может быть, здесь имеет смысл вам уже обоим обратиться на консультацию, ну, примерно на нашем сайте, вот, обратиться на консультацию и провести семейную терапию, где вы оба вдвоем смогли бы выразить свое отношение и оба вдвоем там проработать то, что вас беспокоит, потому что и молодого человека тоже что-то беспокоит, раз он вам изменял. С другой стороны, есть и еще важный момент, согласно которому молодой человек вам не просто изменил, а он изменял нас систематически в течение года и даже приводил любовницы домой, когда не было дома вас, что говорит об определенной системе в его поведении. И эта систематичность, она свидетельствует о том, что человек сознательно, осознанно это делал. И честно говоря, мне довольно с трудом верится, что после такой систематичности молодой человек просто резко взял и поменял и понял. Видите ли, то, что люди понимают, не является каким-то откровением в смысле познания. Люди понимают только то, что они всегда знали и так. Переубеждаются люди очень тяжело, очень долго и никогда полностью переубеждения не происходит. Полного переубеждения не происходит. Ну, у психически здорового человека. Поэтому, незасыковка здесь, возможно, недоверие у вас к молодому человеку имеется, имеет место быть. Ну и то, что вы восприняли на свой счет. Значит, диалог между вашими подругами тоже накладывает свой отпечаток, безусловно. Что стоит вот здесь. Я бы обратил внимание на то, почему вы на свой счет это воспринимаете. Ну вот, на свой счет воспринимаете то, что подруги там говорят. Говорят. То есть вы не думали о том, что у подруг есть какая-то другая мотивация так говорить. Не связанная как бы с вами напрямую. Ну, на этом все, в принципе. Добавить пока мне больше нечего. Вот. Нужно разбираться, нужно работать, нужно консультироваться вам, вот, с тем экспертам, которого вы выберете для беседы. И дальше, я думаю, будут раскрыты те более глубокие причины, по которым вся эта ситуация произошла. Как с вашей, так и стороны молодого человека. Я могу уже сейчас предположить, что молодой человек войны изначально воспринимался как некое такое средство, как некая палочка-выручалочка из какой-то проблемы, которая у вас возникла. Скорее всего, проблемы родителей, детско-родительские отношения, проблемы семьи. Ну, тут это опять же не точно. Это нужно, это нужно дополнительно все исследовать. Самые самые возможные варианты. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Спасибо. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи.